В эфире Бук ТВ итоги недели. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. К отопительному сезону всем службам быть готовыми и приступить к подаче тепла в сжатые обозначенные сроки и об ответственности всех руководителей предупредил глава региона Анатолий Лис. Не навредить принцип, который взяли на вооружение архитекторы, продумывая генеральный план Бреста, а также перспективы его развития. В горосполкоме прошла презентация проекта с участием общественности. Возрождение традиций и выход на качественно новый уровень развития. Предприятие Брест Маш отмечает профессиональный праздник – День машиностроителя. Открытые диалоги, обмен опытом, теоретическое и практическое взаимодействие. В областном центре прошла республиканская научно-практическая конференция с международным участием. Саммит здоровья 4. Об этом и не только. Прямо сейчас. В конце каждого месяца проходят заседания Брестского областного исполнительного комитета. Вопросы различной направленности, но всегда на обсуждение выносятся темы глобального характера, что касается региона в целом и каждого района в отдельности. В сентябре в центре внимания участников заседания были два вопроса. Первый – об устойчивом социально-экономическом развитии Пинска и Пинского района. Второй – о готовности народно-хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период. Анастасия Стропко о проблемных моментах и о решениях, которые приняло руководство области. Комплексные планы мероприятий по развитию Пинска и Пинского района до 2020 года были рассмотрены в ходе заседания обл. исполкома. Далее документы отправят на рассмотрение Совета министров. Аналогичная работа проведена по Барановичам, а также Ганцевическому и Дрогичинскому районам. В ближайшие годы подобные планы разработают по всем исполкомам. Что касается Пинска и Пинского района, то в соответствии с пятилетней программой развития Брещины, они определены как центры экономического роста, имеющие потенциал для развития. Как показывают результаты работы, потенциал данного региона в полной мере не задействован. В соответствии с расчетной рейтинговой оценкой, город Пинск, Пинск по уровню развития в 2015-2017 годах не поднимался выше 16 позиций из 19 в область. Пинский район с пятого места в 2015 году опустился на десятое место в 2017. Не отмечается особых подвижек в развитии в текущем году. Остро стоит вопрос повышения конкурентноспособности промышленного комплекса города Пинска, где формируется без малого 70% выручки от реализации. При этом основная доля в этом показателе приходится на промышленное предприятие республиканской подчиненности, по ряду которых на сегодняшний день не просматривается дальнейшая перспектива их развития. К примеру, давно пора принимать решение по дальнейшей судьбе единственного специализированного предприятия судостроительной отрасли – Пинского судоремонтного завода. Много вопросов по представителям Легпрома. Ситуация в промышленном секторе оказывает прямое влияние на уровень заработной платы. По этому показателю сегодня столица Полесья серьезно уступает другим городам и районам. Для дальнейшего развития города разработаны и представлены на ваше рассмотрение комплексный план мероприятий по устойчивому социально-экономическому развитию до 2020 года. Основными направлениями плана являются принятие решений и реализация мероприятий по повышению конкурентоспособности и комплексности развития города, рост уровня и качества жизни населения за счет модернизации, частичного перепрофилирования действующих и создания новых предприятий и производств, использование преимуществ региона в интересах эффективного развития и занятости населения, достижение размера заработной платы на уровне не менее 1000 рублей, привлечение инвестиций в экономику города и внедрение новых прогрессивных технологий. Ход реализации комплексного плана развития Пинской района будет оценен совсем скоро. В конце текущего или начале будущего года на Пинщине состоится большое выездное заседание облсполкома. Второй вопрос повестки дня – готовность народно-хозяйственного комплекса области к работе в осенне-зимний период. Перед докладом ответственных служб Анатолий Лис призвал их сделать особый акцент на следующих вопросах. Важным направлением подготовительных мероприятий является модернизация теплоисточников, какие работы выполнены, насколько модернизированы теплоисточники и как они готовы к отопительному сезону. До 1 октября планировалось выполнить перекладку тепловых сетей в организациях в объеме 72 км по филиалам Брест Энерго 9 км. Как выполняются намешанные мероприятия и будут ли выполнены. В соответствии с поручениями правительствам, потери тепловой энергии при ее транспортировке в организациях ЖКХ по итогам 2018 года не должны превысить 11%. Во всех предприятиях и районах соблюдается данный норматив. Как обстоят дела с завершением профилактическо-ремонтных работ в котельном, водопроводном, жилищном хозяйстве, на объектах энергоснабжения, в социальной сфере. В текущем году в области было заменено 73 км изношенных тепловых сетей, установлено 13 новых котлов, а на 7 проведен капитальный ремонт. Совместно с подразделениями МЧС в сентябре были проведены учения по развертыванию мобильных модульных котельных в Бресте и Лунинце. Они готовы к работе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Паспорта готовности к новому отопительному сезону получили порядка 97% теплоисточников. Руководитель области напомнил о необходимости всем службам быть готовыми приступить к подаче тепла в сжатые сроки и предупредил об ответственности за неисполнение поручений. К слову, в социальных объектах тепло должно появиться, если среднесуточная температура воздуха на улице 5 дней к ряду не превышает 10 градусов. Дома начинают топить при среднесуточной не выше плюс 8. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжая тему подготовки города к зимнему периоду, стоит отметить, что процесс этот в Бресте был непростым и очень ответственным. Начиная с весны, представители всех служб активно включились в работу. Где-то прошло комплексное переоснащение котельных, где-то отдельные дома и улицы получили новые трубы. Не остались в стороне и сотрудники предприятий ЖРЭО, которые практически весь жаркий сезон проводили благоустройство дворовых территорий, утепление фасадов зданий. Одним словом, ремонтировали жилой фонд. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая весь этот подготовительный период строго отслеживала, ситуацию мониторила и сегодня подытоживает. Смотрите материал. Отопительный сезон. Пора, которая привносит в жизнь специалистов котельного хозяйства дополнительную нагрузку и большую ответственность. Когда за окном по-настоящему холодно, в домах Брещен должно быть тепло. Именно поэтому народная мудрость готовься, а не летом. В случае работы котельного хозяйства применимо, как никогда. Всю жаркую пару года шли активный ремонт на теплотрассах. Проходила профилактические проверки техника. Конечно, на завершающей стадии еще есть несколько объектов. Например, в эти дни идет завершающий этап переподключения к источникам питания Брестских тепловых сетей, домов по улице Героев обороны Брестской крепости. Согласно графику, с 5 по 7 октября эта процедура будет проведена. Данный вид работы у нас производится по распоряжению президента 231 от 31 декабря 2015 года, который предусматривает переключение зон теплофикации, которая находится в административном подчинении. Это у нас Брестское котельное хозяйство на энергоснабжающую организацию, то есть на Брестские тепловые сети. Проект на эти виды работы был разработан Белгипротоп газом с таким условием, что потребители теплоснабжения как можно меньше пострадали на момент проведения этих видов работы. На данном этапе уже работы произведены по прокладке тепловых сетей со стороны вала, который идет, крепостной вал. Они выполнены, смонтированы и засыпаны. На данном этапе сейчас происходят работы, чтобы сделать врезки по территории садика и здесь закончить работы с учетом укладки лотков, паитруб, сварочных работ и системы АДК. Активно на протяжении всего лета шли работы по благоустройству территории и капитальному ремонту жилого фонда. За это время новое лицо получила старая историческая застройка в районе 17 сентября. Пережили реставрацию дома по проспекту Машерова и бульвару Космонавтов, улицы Янки Купалы и Кирова. План у нас был третьим кварталом 82 тысячи квадратных метров, погоду и того должно быть 92 тысячи квадратных метров. Должны выполнить, строители подтверждают, мы как заказчик тоже надеемся, что все должно получиться. Как правило в домах меняли кровлю, утепляли стены и в целом укреплялся фасад. Работы проводились согласно утвержденному плану. Третий квартал, в том числе эти дома входят в водные площади. Хотелось бы еще отметить, что Машерова 82 у нас сдается. Начали завершающий объект, это Гродненская 6, тоже сдается в этом году. Как бы план подходит к завершению, то есть выполняем. Для улицы кирпичный приход строителей стал в свое время настоящим праздником. Серые трехэтажки появились здесь еще в далекие 80-е. За давностью лет крыша стала протекать, а внешний вид оставлял желать лучшего. Сегодня напоминанием о старом квартале остались только дорожки. Однако и их со временем специалисты обещают привести в порядок. Я тут, например, довольна, я думаю, что тоже все будут довольны. В каком был состоянии, в каком стало. Да, с 84-го года, с самого начала. Жили поначалу, как бы ничего, дом был со временем, с годами, конечно. Ну вот, дождались капитального ремонта. Мы провели полное утепление дома, полная замена покрытия кровли, ремонт балконных плит, лоджий. Также замена всех инженерных сетей, отопление, водоснабжение холодного, горячего, канализации. Выполнили уменьшение световых проемов в местах общего пользования для уменьшения теплопотерь в зимний период. Ну и частично благоустройство в местах нарушенных восстановили. Сдача домов по улице Кирпичной пройдет уже на днях. Что же касается дальнейших перспектив, то в этом вопросе также есть некоторые подвижки. Отдельные категории домов уже проходят специальную экспертизу и обсуждение. На следующий год формируем уже текущий график. Порядка 92-94 тысячи у нас по плану вводных площадей. Тоже порядка 70 объектов, так же, как в этом году. В этом году мы начали уже проектирование этих всех объектов. Работают проектные институты. Я думаю, что к концу года у нас будет на выходе уже проектно-сметная документация. И с начала года, как определится городской бюджет с финансированием, мы начнем работать. Анастасия Ноздрим, Плотницкая, Дород Букуной, Чанты Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Визит делегации из западной провинции Китайской народной республики Цинхай. Армянская межпарламентская делегация во главе с Эдуардом Шармазановым, заместителем председателя Национального собрания Армении, а также встреча губернатора региона Анатолия Лиса со студентами и профессорско-преподавательским составом Брестского государственного технического университета. Важные события уходящей недели. О чем говорили, каким договоренностям пришли. Напомним об этом. Брестские предприятия и организации выходят на китайский рынок. Товарооборот растет год от года и между странами, и межрегиональный. К примеру, Брещено увеличило его в 2018 по сравнению с 2017 в полтора раза. Но емкость рынка Поднебесной и активное развитие ее регионов позволяют говорить, что потенциал использован далеко не в полной мере. Вывести отношения, зародившиеся в 2015 году, на новый уровень, необходимый с провинцией Цинхай. Это один из западных регионов центральной части Китая. Основное внимание здесь уделяют развитию химической, добывающей и перерабатывающей промышленности. Для диалога и сотрудничества с Брещиной делегаты провинции видят хорошую основу. «Нам очень понравился ваш город, красивый и современный. Важно, что Брест занимает стратегически выгодное положение. Это хорошо для его экономического развития. К тому же, у вас очень трудолюбивые люди. Уверен, для нашего сотрудничества созданы хорошие условия. У провинции Цинхай и Брестской области уже есть дружеские отношения. Сейчас нужно налаживать деловые контакты». Плодотворное взаимодействие с Китаем возможно в промышленности, туризме, социальной сфере, образовании и торговле. «Последние, особенно в части продуктов питания». К такому выводу пришли участники встречи. «Хотя сегодня наши друзья и коллеги заявили, что в Китае есть все, но вместе с тем есть та продукция, которая производится только в Брестской области, эксклюзивная. Как я сказал, есть и Брестский мясокомбинат, известный во всем мире, и Березовский, и Савушкин продукт, и другие предприятия, продукции, которые мы постараемся поставлять в республику Китай». Давние дружеские отношения связывают Брест и Армянскую республику, но потенциал торгово-экономических связей еще реализован не полностью. Встреча белорусских и армянских парламентариев должна придать региональному партнерству дополнительный импульс. Наиболее приоритетными направлениями для сотрудничества с Арменией белорусская сторона видит логистику и туристическую сферу. По словам главы делегации Эдуарда Шармазанова, парламентарии обеих стран должны сделать все возможное, чтобы взаимодействие было более плотным. И примеры тому есть. Сотрудничество Брестской и Араратской областей. «Армянские сельскохозяйственные товары, армянское производство можем здесь экспортировать. Импортировать к нам в Армению очень много белорусских товаров. В Армении очень популярно сейчас и белорусская мебель, и белорусское сельскохозяйственное производство, белорусские тракторы. Так что надо, чтобы регионы между собой взаимодействовали. Мы как парламентарии должны сделать все возможное, чтобы руководители регионов, представители регионов уже на региональном уровне взаимодействовали». Стороны намерены детально обсудить проекты для дальнейшего сотрудничества в различных отраслях экономики и социальной сфере. В Брестском государственном техническом университете прошла встреча председателя Брестского областполкома Анатолия Леса со студентами и преподавателями вуза. Услышать и узнать информацию из первых уст, задать интересующие вопросы и получить достоверные ответы. Открытый диалог областного руководителя стал первым в программе традиционных ежегодных встреч со студентами региональных вузов. В стенах университета губернатор пробыл почти два часа, рассказал о текущей обстановке в Брестской области и ответил на вопросы. Не обошли на встречи и одну из наиболее острых тем на сегодня экологическую обстановку в городе и вопросы безопасности будущего предприятия по производству аккумуляторных батарей компании iPower. Как заверил Анатолий Лес, стационарные источники автомобилей наносят больший ущерб экологии города, чем промышленные предприятия. Я вам гарантирую сегодня, что предприятие это, и не только это, оно работать не сможет, если там будут выбросы. Послушайте, это же абсурд. Мы что, своих детей сами будем травиться? Или что? Какая разница, какое предприятие? У нас же сегодня есть предприятия в городе, которые, значит, имеют значительные запасы, аммиака и так далее, которые значительно, слушайте, воздействия имеют значительно больше и на человека, и на любого другого. Но они работают. Если там будут выбросы, они будут закрыты просто-напросто. Поэтому однозначно никакое, ни новое, ни старое предприятие, которое будет наносить ущерб здоровью человека и окружающей среде, оно работать не будет. За полтора часа общения со студентами и профессорско-преподавательским составом глава Брестской области ответил на десяток вопросов. Анатолий Лес уверенно держал руку на пульсе и чувствовал аудиторию. Очень конструктивная встреча была. Лично для себя я задавал вопрос по поводу взаимодействия по поводу польской границы и Брестской области взаимодействия насчет введенной безвизовой зоны 30-километровой. Очень много для себя узнал, очень конструктивный диалог прошел. Было много вопросов, довольно-таки интересно прошло все. И время пролетело довольно-таки незаметно. Были даны ответы на вопросы конкретно, но в то же время с не таким формализмом, как мы привыкли, а более душевная была встреча, открытая. Было не страшно задавать нашим студентам вопросы, поэтому я считаю, что такое полезно проводить все встречи. Еще одна несомненная для брещан важная и актуальная тема. Презентация генерального плана Бреста, а также перспектив его развития до 2030 года прошла на текущей неделе в стенах городского исполнительного комитета. Но стоит оговориться, что толпы желающих задать свои вопросы в зале не наблюдалось, хотя и в средствах массовой информации мероприятие анонсировалось. В зале присутствовали лишь те, кому по-настоящему небезразлична жизнь города и района, а также те, кто имеет свое мнение о том, как сделать Брест современным, благоустроенным и при этом комфортным и удобным. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с главными тезисами большой дискуссии. Современный Брест – теплый, светлый, уютный, зеленый или все же индустриально насыщенный бизнес-площадками и торговыми кварталами с большими дорожными развязками и транспортным сообщением. Каждая из этих качественных характеристик применима к тысячелетнему городу, как сделать жизнь и инфраструктуру областного центра еще современнее. Поводом для этого разговора стала презентация генерального плана Бреста до 2030 года. Мы очень плавно работали с городом, плавно квартирной застройки – это районы освоения, частично Ковалевка, но как бы по улице Артемовской революции вы ездите, можете наблюдать, где не застраиваются живые районы. Вашел время Ковалевна из МР-5, из МР-1, из МР-2, в районе Рулька, в сторону Варшавского шоссе тоже. Значит, освоение и новое строительство уже в соответствии с разработкой строительной документацией, которую разрабатывал Брестский институт, Брест-городский управление. Не навредить этот медицинский принцип взяли себе на вооружение архитекторы, продумывая, как использовать имеющиеся на территории города площади рационально. Проводя статистику и анализ, выводя показатели и алгоритмы, специалисты пришли к выводу – границы города должны быть сохранены. Важно взять в разработку неэффективно используемые территории. У нас есть два варианта развития событий. Либо город растет и затрачивает огромные средства на коммуникации, на инфраструктуру, на сети, либо мы ищем резервы внутри территории, и эти средства экономим для благоустройства, для создания более комфортной, качественной среды. Так, генеральным планом предусматривается освоение территории, расположенной в районе задворцев. Кроме того, резервируются площадки под застройку на Красном дворе. Соотношение многоквартирной и усадебной застройки – 80-20%. По предложению города, например, было ездить в город Комельское шоссе, вот здесь карьера, из которого когда направили глину, вы все прекрасно знаете. Есть крупные, есть мелкоконтурные, но в принципе там, конечно, территория не ухожена. Значит, было предложено осваивать эту территорию, часть карьеров можно засыпать, часть используют при выводе устройства живых районов, что позволит спренировать оплаты красивых живых районов до приезда с ежедневной травы. Активны были и слушатели презентации. Они интересовались перспективами восстановления так называемого Суворовского моста, который бы связал две части улицы Краснознаменной, обустройством территории по улице Фомина, развитием дорожной инфраструктуры в задворцах. Вопросы имели в себе и задел на будущее. Каждый из участников встречи имел живой интерес, а потому общение получилось насыщенным и информативным. Сегодняшнее обсуждение показало довольно остро те вопросы, которые могут возникать при уплотнении города. Мы решили все-таки оставаться в компактном городе и пытаться искать резервы, которые могут быть на существующих территориях. Познакомиться с генеральным планом города можно в стенах горосполкома. Те, у кого есть свое видение развития областного центра, а также замечания и предложения, могут обратиться для разъяснения нюансов в учреждения. 30 числа в последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник в Беларуси отметят люди, занятые в машиностроении – базовой отрасли экономики любой страны. Ее еще называют сердцевиной индустрии, промышленным и интеллектуальным потенциалом. В преддверии важной даты слова поздравлений и благодарности за труд прозвучали со сцены актового зала открытого акционерного общества «Брестмаш». В атмосферу праздника машиностроителей окунулась и наша съемочная группа. «Брестмаш» – предприятие с историей. За плечами не одно десятилетие работы. Времена бывали разные, когда успешные, а когда не очень. Сегодня и этого здесь не скрывают. «Брестмаш» переживает не самый простой период. Но сдаваться не намерен, и уверенность в будущих успехах подкрепляет делом. Скоро на предприятие прибудут первые машинокомплекты из Китая. В городе Надбугом начнут сборку автомобилей. Об этом, к слову, в Бресте шла речь совсем недавно. В ходе встречи руководство обл. полкома с представителями провинции Аньхой. Компания именно из этого региона Китайской Народной Республики и сотрудничает с белорусским холдингом «Белавтомас», в состав которого входит «Брестмаш». На сегодняшний день уже первые машинокомплекты находятся в пути. Это порядка 50 машинокомплектов. Ожидается в конце октября, что они прибудут в город Брест. А на компании «Брестмаш» сегодня полным ходом ведутся работы по тепловой реабилитации здания, устройству полов, устройству линий, на которых будет производиться сборка. Все идет по плану, своим ходом, с каждой стороны, по этому графику, который был утвержден. В этом году мы уверены, что соберем порядка 50 машинокомплектов. Это автомобиль пассажирский, 16 посадочных мест, и грузовой автомобиль-фургон, который будет сегодня на первом этапе собираться в городе Бресте. На первом этапе предполагается сборка автотехники в одну смену. Пока мы, как говорится, освоимся, набьем руку. Это порядка 50 единиц в месяц. После этого мы должны уже в следующем году выйти на выпуск 2000 автомобилей в год. Первые автомобили должны сойти с конвейера уже к концу текущего года, но при этом не собираются здесь отказываться и от остальных уже наработанных направлений деятельности. На сегодняшний день я бы разделил производство продукции, производимой нашим предприятием. Это три направления. Это производство комплектующих для газоаппарата, Гефеста, Минского автомобильного завода и, собственно, как бы своей продукции, которая, я говорил, предназначена больше для агропромышленного комплекса. Сегодня на предприятии трудится более 380 человек. Большой и, к слову, слаженный коллектив. Показательный момент. Порядка 90 человек работают здесь не менее четверти века. В числе таких преданных делу и заводу Николай Сенкевич. Мужчина признается, работа ему нравится, поэтому о смене места деятельности всерьез не думал ни разу. Я работаю уже 34 года. 30 лет из них работаю на ЧПУ. Работаю доволен. Работа нравится. Вспоминаю те годы, когда я устраивался и сегодняшние сравниваю. Тогда, конечно, объем продукции был намного больше. Сейчас времена труднее. Но продвигаемся вперед с надеждой. Быстро осваиваются на новом месте и новички коллектива. В этом году закончил политехнический колледж по специальности металлообработка и режущий инструмент. 1 августа пришел сюда по распределению на отработку два года. Меня сразу устроили. Взяли меня по четвертому разряду. Оператор станков с ЧПУ. Работа нравится. Коллектив хороший, дружный. Проблем как бы нет. Работа несложная. Слова поздравлений и благодарности за труд звучали в адрес машиностроителей в ходе торжественной церемонии. На мероприятие заслуженные награды получили те, кто внес и продолжает выносить существенный вклад в стабильность и качество работы предприятия. Важный момент – вручение документов, удостоверяющих присуждение звания ветеран завода. Решение об его утверждении было принято в текущем году. Но руководство завода надеется, что это станет доброй традицией. На заводе на сегодняшний день очень много работают людей, которые проработали более 25 лет, 25 лет и выше. И они оставались до настоящего времени в тени. Мы хотим отдать дань уважения их труду. Мы, помимо этого, хотим также уже в следующем году охватить людей, которые проработали на предприятии эти 25 лет и больше и ушли на пенсию без этого звания почетного, которые проработали хорошо, без замечаний. Я думаю, что это будет приятно. Сильный характер и деловая хватка качества, присущие успешному машиностроителю «Брестмаша» точно есть. А значит, есть и все шансы выйти на новый уровень развития. Тем более, что первые шаги уже сделаны. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Экономические, политические и культурные контакты, которые Беларусь выстраивает за рубежом, становятся прочнее. Медицина и здравоохранение – именно те отрасли, которые, как ни одни другие, требуют открытых диалогов, обмена опытом, теоретического и практического взаимодействия. В рамках реализации проекта «Трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина-2014-2020» на территории нашего края сегодня реализуются три крупных инициативы – в Брестской областной и детской больницах, а также Жабенковской центральной районной больнице. Программа сотрудничества предполагает инвестиции, приобретение оборудования и техники, проведение мероприятий для обмена опытом. На днях в Брестском горосполкоме состоялась республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Саммит здоровья-4». Нынешний четвертый саммит, собравший более сотни зарубежных светил медицины, продолжил серию встреч и затронул самые важные и актуальные вопросы здравоохранения, организации токсикологической помощи, интенсивной терапии отравления грибами, экстренной трансплантации, проблемы излишнего веса, онкологии и кардиологии. Сотрудничество между нашей страной и Польшей начато давно. В его рамках уже было проведено три саммита на польской стороне. На этот раз зарубежных гостей принимал Брест. Мы поделимся опытом, что имеем мы, что имеет Польша. Причем мы будем говорить не только про Брест, а мы будем говорить про общую ситуацию в Белоруссии, но с уклоном на Брестскую область. Наша совместная работа продолжается уже 7 или 8 лет. Начали мы сотрудничество с хорошего проекта по кардиологии. Он успешно реализован. Для нас участие в сегодняшнем саммите – большая радость и почет. Прозвучат индивидуальные доклады наших профессоров, которые работают в Белоруссии, Франции и Польше в деле развития кардиологии. В тематической серии индивидуальных докладов взяли слово не только белорусские и польские специалисты, но и медики из Франции. Это новшество саммита здоровья. Говорили о современных направлениях развития медицины, второкальной хирургии, онкологии, трансплантологии и кардиологии, делились знаниями, опытом и впечатлениями. Мы видели областную больницу и этот особенный новый корпус по инфекциозным болезням. Это очень интересная структура, потому что такой у нас пока не бывает. Я думаю, что в скором будущем нам надо подумать о стройке такого корпуса. В конце 2017-го был подписан договор о сотрудничестве между университетской клиникой города Страсбурга и Бресской областной больницей. Взаимодействие позволило начать работу во многих направлениях. Благодаря сотрудничеству с французской университетской клиникой хирурги, анестезиологи, пульмонологи и медицинские сестры областной больницы приобрели опыт по таракальной хирургии, кардиологии, анестезиологии и трансфузиологии. Кроме этого, в рамках трансграничного сотрудничества больница получила грант в размере более 2 миллионов евро. Средства были направлены на открытие ангиографического кабинета. «Это, конечно, такой шаг вперед для сосудистой кардиохирургии, для всех наших людей. В этом году три проекта трансграничных реализуются, и я надеюсь, что они успешно будут реализованы. Они прошли уже несколько этапов. Это, опять же, Брестская областная больница, Брестская детская областная больница и Жабенковская районная больница». Перспектива дальнейших взаимоотношений трех стран предполагает обмен опытом, а также приобретение новых возможностей для изучения и внедрения передового опыта. В завершении саммита состоялось подписание договора о взаимном трансграничном сотрудничестве. «Обмен опытом – это правильно, это здорово, это повышение квалификации, это очень хорошо. И когда польская сторона говорит, что наши брестские специалисты высокого уровня, ну, это только радует». Виктория Саченко, Эдуард Букунович, Антон Луговкин. Итоги недели. Это были «Итоги недели» на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40 и 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 30 сентября Беларусь будет находиться на северной периферии антициклона с центром над Украиной, сформированного в воздушной массе арктического происхождения. Воскресный день в Бресте будет солнечным и без осадков с юго-западным умеренным ветром. Ночью минимальная температура воздуха плюс 4-6, максимальная днем 14 градусов. 1 октября ночью сохранится влияние холодного антициклона, уходящего на Воронежскую область. Днем скажется влияние теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы. Переменная облачность и без осадков. Таким будет начало недели в Бресте. Ветер южный, умеренный. Температурный фон ночи составит 5-7 градусов со знаком плюс до 16-ти прогреется воздух в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин